Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова, а сейчас представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Кирилл Владимирович Федосеев, начальник отдела по надзору за производством дознания оперативно-розыскной деятельностью, управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тверской области, старший советник юстиции. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Вадим Вадимович Тетин, заместитель управляющего отделением «Тверь», главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Вадим Вадимович, добрый день. Здравствуйте. Роман Сергеевич Шереметьев, начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области, подполковник полиции. Роман Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Юлия Юрьевна Гудеменко, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, труда и клинической психологии Тверского государственного университета. Юлия Юрьевна, добрый день. Добрый день. И Максим Александрович Рубанович, заместитель управляющего Тверского отделения Сбербанка. Максим, добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас такой, я бы сказала, ударный состав. Я надеюсь, что сегодняшним своим эфиром мы наконец-то донесем уважаемым жителям региона и гостям Тверской области о том, как не стать жертвой мошенничества. Потому что это преступление, к сожалению, за последнее время, год, наверное, да, Роман, на первый план выходит по статистике всех преступлений, которые совершаются в Тверском регионе. Что мы можем сказать относительно цифр, чтобы люди имели понятие, о чем мы говорим? Ну, относительно цифр, нужно сказать, что прошлый год отметился взрывным прям ростом данного вида преступлений. То есть на территории Тверской области было зарегистрировано порядка четыре с половиной тысячи преступлений данной категории. Четыре с половиной тысячи, это за год? За год, да. Ну, то есть, как бы, нетрудно посчитать, что каждый день минимум десятых преступлений. Это вообще, да, да, фиксируются десятки. Вот, значит, по сравнению с позапрошлым годом, это практически в два раза, то есть около 89% произошел рост. В текущем году меньше, как бы, уже порядка чуть меньше 10%, да, рост. Но, учитывая, что, как бы, насколько сильно вырос в прошлом году, и что многие виды преступлений уменьшается, количество совершенных, как показывает статистика, вот этот практически единственный вид преступлений, да, который продолжает активно расти. Это как-нибудь связано, уважаемые друзья, с пандемией? Это что? Или с чем это связано? Ну, в прошлом году это было однозначно связано с тем, что очень многие люди находились дома, переходили там на покупки общения в интернете, потому что именно с началом, вот, когда люди стали больше сидеть дома, да, там, вот эти нерабочие дни, прям пошел резкий рост количества преступлений, потому что люди очень активно начали покупать что-то в интернете, да, соответственно, их там обманывают. Люди очень часто сидят дома, не могут там дойти до банка, до филиала, еще что-то, соответственно, когда им звонят, им очень сложно было перепроверить информацию, да, которую им предоставляют, потому что они находятся дома, оно изолировано, и некому их отдернуть, что немаловажно, когда они начинают совершать какие-то там, вот, оплаты, перевод денег, ну, непонятные, да, которые люди сами не понимают зачастую, что они делают. Вот в романах сказали фразу, некому было отдернуть, Юля, важно, чтобы кто-то рядом в этот момент, чисто психологически находился, или человеку действительно нужно, чтобы кто-то дернул его, сказал, что ты делаешь? Ну, по большому счету, я думаю, да, было бы неплохо, если бы рядом кто-то находился, но не всегда же ситуация предполагает, что кто-то находится рядом, да, а тем более это такие изощренные, скажем, манипулятивные, сугестивные техники, которые используют те же самые мошенники, которые, естественно, рассчитаны на то, чтобы вот таких, скажем, жертв, да, мошенничества погрузить именно в такое состояние. И, конечно же, если будет кто-то рядом в качестве такой технологии, как осознанности, да, который бы его отдернул, было бы, конечно, неплохо. Вот вы сказали, интересно, слова такие научные произнесли, это что у нас, получается, преступники у нас 2-3 высших образования имеют, они предварительно сами обучаются этим техникам, вот каким вы сказали, вот я эту технику, потом они сдают зачет, получил, можешь идти на свою преступную тропу, да. Вообще, кто, как правило, нас обманывает так? Что это за люди? В основном это люди, которые бывают наказанием в местах лишения свободы. То есть оттуда? Да, здесь, как бы, скрывать, наверное, нет смысла, хотя у нас законодательством запрещено, да, использовать... Сотовый телефон-то нельзя. Но, тем не менее, как показывают конкретные преступления, совершенные обстоятельства, установленные в ходе расследования, во многих случаях это действительно люди, отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют доступ к средствам сотовой связи и, соответственно, занимаются вот такой вот деятельностью из мест лишения свободы. Прямо какие-нибудь психологи там сидят, да, Юль? Ну, вы знаете, если вот так, по большому счету, описать, да, психологический портрет этих мошенников, то они действительно достаточно интеллектуально развитые. Они действительно обладают... Они хорошие артисты, да, они... Как бы это ни печально звучало, они достаточно хорошие психологи. Они легко входят к нам в доверие. Они могут сыграть любую эмоцию, да, в любой для них необходимой ситуации. Да, действительно, это так. Что же такое... Давайте поясним людям, что же такое, собственно, мошенничество, да, в уголовном праве это понятие и в чем оно отличается. Как мы поймем, конечно, нам все равно, если мы потеряли деньги, но нам не важно, как оно назовется, да, будь то кража, будь то как-то, или мошенничество, это без разницы. Но, тем не менее, с чем мы имеем дело? Кирилл Владимирович. Да, спасибо. Если говорить сухим, как бы, юридическим языком, как этот прописан в Уголовном кодексе, то под мошенничеством поднимается хищение чужого имущества или право на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверия. Но, если говорить и с жизненной ситуацией, да, то первое и самое главное, наверное, отличие мошенничества от иных видов хищения, это когда вещь или денежные средства у вас изымаются фактически с вашего согласия. А согласие получается путем представления именно ложной информации. Или, может быть, не совсем правдивой, но когда человеку вы доверяете и верите ему на слово. То есть здесь, скажем, в отличие от кражи, когда тайно забирают вещи, человек потерпевший не знает об этом ничего, обнаруживает последствия. Здесь как бы и присутствует воля изъявления обеих сторон. То есть потерпевший добровольно фактически отдает свое имущество злоумышленнику. Но главное отличие от остальных видов, что здесь он действует под воздействием именно обмана. Обман. То есть это надо доказать, да, еще вот, Роман, это надо доказать, что это был обман, что если, допустим, чья-то подпись стоит где-то, да, а что человек поставил подпись, все законно? Ну, здесь тоже несколько, как бы, можно поделить часть на те преступления, где обман очевиден. То есть это вот такие преступления, как, когда знают под прилогу банского работника. Ну, но банковские работники, да, сейчас по-своему, часто заводят, да, расскажите, как? Да, человек там сам пошел, перевел деньги со счета на счет злоумышленнику. Как бы, вот здесь они очевидны. Но действительно есть такие преступления, которые надо вообще доказать, что это преступление. Очень много сейчас фактов, когда организовывают какие-то продажи и предоставление услуг в интернете. Люди внимательно не читают, что за документы им там подсовывают договор, в котором очень много сомнительных пунктов, которые если человек внимательно прочитал, он, скорее всего, никогда бы не подписал этот договор, да. Либо вообще без договора. То есть так называемые сейчас распространенные продажи в соцсетях, когда человек что-то там массово распродает или организует какой-нибудь там магазин, люди ему активно переводят. И там подешевле, да, чем где-то в соседний магазин. Быстрая доставка, либо еще какие-то там бонусы, скидки, там, два по цене одного. А потом, соответственно, человек ничего не получает. И зачастую продавец даже не скрывается, потому что он как бы, ну, различными ухищрениями, там, то вот такие вот сомнительные договоры, то ссылается на какие-то другие, что там, еще отправлю и тому подобное. И, соответственно, человек остается без денег и без того, что он хотел приобрести. Уважаемые друзья, сейчас прервемся буквально на несколько минут. Рекламная пауза, не переключайтесь. 300-190, телефон прямого эфира. Уважаемые друзья, еще раз здравствуйте. В эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о том, как не стать жертвой мошенников. Давайте еще буквально по пунктам, дорогие друзья. Чего ни в коем случае делать нельзя. Наверное, сейчас предоставим слово банковским сотрудникам, потому что уж они, как часто вот сейчас, да, телефонные звонки участились. Ой, мне звонил сотрудник банка, он мне предлагал такой выгодный вообще счет, где я положу и получу чуть ли не 20% годовых, и будут все счастливы, да. Давайте еще раз предупредим. В каких случаях звонят сотрудники банка, и происходит ли это реально? Существуют ли такие звонки? Ну что, Вадим Вадимович, с вас начнем? Хорошо, давайте с меня начнем. Давайте я сначала расскажу о том, как быстро распознать мошенника. Дело в том, что в последнее время, как уже мои коллеги сказали, очень много телефонных звонков, и эти телефонные звонки зачастую приходят либо от кредитных организаций, якобы кредитных организаций, либо из якобы правоохранительных органов. Вот в последнее время с банковскими работниками сейчас уже многие понимают, что это мошеннические операции. Сейчас переходят уже на более другие этапы, на более других сотрудников. Это элементы прокуратуры, следственные органы. Но смысл-то один и тот же. Это тогда, когда на вас выходят люди, и от вас что-то хотят. То есть это ситуация, когда вам приходится задумываться. А необходимо ли этим людям отвечать? То есть всегда нужно предварительно подумать. Лучше положить трубку и перезвонить самостоятельно. В тот орган. Вадим Вадимович, я вас перебью. Относительно давайте сразу к специалисту психологии. Почему это важно? Почему не надо продолжать, Юля, разговор? Почему не надо продолжать? Потому что вас посадят на крючок, вами возьмут инициативу в свои руки и начнут вами манипулировать. Манипулировать. Стоит два слова сказать, они уже зацепливаются за эти слова, да? И они зацепляются абсолютно. И тем более, если сообщаются, например, какие-то известия, ну, предположим, потенциальные жертвы о том, что есть какая-то опасность его финансам, средствам, его близким и так далее, то в этом случае, в таком вот состоянии, да, в которое вводится эта жертва, она просто-напросто начинает искать любую возможность уцепиться за любую соломинку, которая ее спасет. И такой соломинкой в данный момент как раз и будет являться данный мошенник. Вадим Вадимович, банки, сотрудники банка, заявляют авторитетно заместители управляющего отделением Тверь, главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу. Звонят и предлагают какие-то вот у нас новый счет открылся специально для пенсионеров? Или кредит мы вам гораздо дать? Давайте скажем так. Первое. Работники кредитных организаций, конечно же, могут звонить своим клиентам. Почему? Потому что ситуации бывают разные. Например, если работники банка видят, что идет какая-то мошенническая операция, они просто блокируют какой-то перечень карт за определенный промежуток времени, звонят клиентам и говорят, такая-то ситуация, подойдите с паспортом либо в ближайшее отделение такого-то банка, либо в конкретно какое-то. И вы там решите все вопросы. Но ключевое слово «подойти с паспортом». Они не спрашивают никакую персональную информацию. Персональные данные известны всем работникам кредитных организаций. По поводу распространения программных продуктов. Про то, что вы сказали, что у нас открывается какой-то, допустим, супер вклад или супер кредит, и вы можете подойти. Законодательство не запрещает заниматься таким видом деятельности. Идут ли кредитные организации на обзвон своих клиентов с предложением таких экстренных или супервыгодных предложений, это вопрос к деятельности кредитной организации. Вообще-то, как бы сказать, распространять информацию по телефону, это не есть разрешенная информация. Любой клиент может... То есть, навязывание услуг является нарушением законодательства. И если вам навязывают услуги, одно дело информирует, другое дело навязывает. Если просто проинформирует, это одно. Если начинают навязывать, это другое. Юля, как понять, что вам навязывают услуги? Ну, что это навязывание, что это уже такое прилипает человеку. Да, прям порциями большими, задавание очень много вопросов. То есть, вгоняют в ситуацию, когда нет времени долго что-то обдумывать, когда не позволяют сконцентрировать свое внимание. И быстро-быстро речь, да? Да, 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 абсолютно верно. И, соответственно, вот в таких ситуациях и человек принимает такие скоропостижные решения. Максим, что можете добавить сюда, вот относительно Сбер, ведь сталкиваться с подобными постоянно. И сейчас, наверное, от Сбербанка тоже звонят. От Сбербанка не звонят. Не звонят. От Сбербанка сотрудники не звонят. Нет, к мошеннике он происходит, да. Мошенники звонят, сотрудники Сбербанка не звонят. Не звонят. Нет у нас такой функции звонить клиенту. Это я говорю, что как вот люди, наверное, слышат, что представляется Сбербанком, это значит уже мошенник. Однозначно. Я в такой ситуации всегда говорю и поддержу коллегу следующим образом, да, и выступавших здесь за столом. То есть, вам позвонили, сказали, есть проблемы с вашей картой, финансами, чем бы то ни было. Выключить телефон, отключиться, посмотреть в средства, в приложения Сбербанк онлайн или другие приложения подобного рода у вас на телефоне. Если с вашими средствами ничего не происходит, то, скорее всего, тогда все хорошо. Если вы прямо сильно переживаете за то, что сейчас вам позвонили, идите в любое отделение банка, где открыт ваш счет, и убедитесь в том, что к вашим счетам никаких действий не применяется. В Сбербанке, в Сберии присутствует еще такая функция. Вы звоните по телефону и говорите, с моими картами происходит, или с моими счетами происходит проблема, заблокируйте их по мошенничеству. У нас блокировка происходит, происходит проверка, если все хорошо, у нас восстанавливается работоспособность. Ну, если человеку, допустим, далеко человек живет, не подойти, это самому нужно просто тоже положить трубку, но самому перенабрать номер банка, да, того или иного, и все. Но позвонить самому и сказать, что тут происходит, да? Или все ли нормально, вам ответят. Да, предоставляются ли, да, такие продукты? Да. Либо с карты, которые на обратной стороне, либо в интернете найти. Ни в коем случае нельзя перезвонить на тот номер, на тот номер, с которого звонили. Это уже левые номера какие-то, да, используются? Или как? Подождите, давайте я расскажу. Давайте, давайте, Вадим Вадимович. Ситуация какая? Лучше записать номер банка в свою записную книжку в телефоне. Для чего? Для того, чтобы в стрессовой ситуации вы не бегали, не нажимали кнопки в интернете, не искали этот телефон на обратной стороне карты, потому что он вообще-то написан мелко. И люди возрастные, серебряного возраста, золотого возраста, им тяжело будет прочитать быстро, когда они в такой ситуации. Поэтому, когда получаете карту, всегда нужно телефон банка записать в записную книжку, ну или в телефонную книгу, как они по-разному называются, своего телефона. Почему? Потому что мошенники могут подделывать, в том числе, и номер телефона. И когда к вам, допустим, представитель Сбера, есть у нас номер 900, можно телекоммуникационным оборудованием, либо вредоносным кодом, программой с вредоносным кодом, заменять номер исходящего звонка. И тогда, когда вы получаете звонок, вам как будто бы придет или с легального номера банка. Но на самом деле это может быть мошенники. Поэтому, вот и вся рекомендация, дослушать до конца, что вам скажут, когда остановятся, выключить телефон, чтобы вам понять, о чем вас спросили. И самому набрать телефон из своего, из своей адресной книги или из своего телефона, чтобы не искать и не перенабирать. И это будет самый лучший вариант. Сказать, что я такой-то, такой-то, мне сейчас позвонили с вашего банка, сказали то-то, то-то, что мне делать. Вам всегда ответят, что вам делать. Уважаемые друзья, дополню, записную книжку номер банка, но не пин-код в ту же записную книжку, или как многие, да, помните, карты, они вот так вот, кто-то берет, батюшка, здесь написано большими буквами, еще вот так вот, бери, не хочу назвать. Уважаемые друзья, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, мы в эфире. Да, Ирина, добрый день. Я хочу поблагодарить за то, что затронули очень важную и действительно актуальную тему. Сергей Николаевич, вы? Да, 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 вопрос, да, Сергей Николаевич? Да, не могу вот просто как бы не задать экспертам такой вопрос, потому что действительно у нас в большинстве случаев спасение утопающих дело рук самих утопающих. Хорошо, что вот такой ликбез проводится. А может быть, уважаемые эксперты пояснят, существуют ли сегодня механизмы, государственной защиты граждан от подобного рода мошенников. Потому что мы знаем, что, в общем-то, в правовых государствах это вполне разумная практика, и с мошенниками можно бороться. Но мне как-то иногда кажется, что есть определенная заинтересованность, в том числе и самих банков, что и кредитных организаций в том, что вот появляются такие люди, и как-то вот тут не очень все, понимаете, на мой взгляд. Государственные, то есть за страховые случаи возврата денег, вы имеете в виду, Сергей Николаевич? Нет, я имею в виду, что борьба с мошенниками должна быть. У нас огромный силовой блок. Около 40% бюджета тратится у нас на все силовые ведомства и прочее. У нас финмониторинг, у нас масса там, я не знаю, надзирающих, контролирующих органов. Но почему они не в состоянии отслеживать? Вот мы знаем прекрасно, что колл-центры существуют в местах лишения свободы. Почему тогда УФСИН ненадлежащим образом контролирует нахождение, скажем там, таких групп лиц, которые занимаются мошенничеством? Те, кто этим занимается на постоянной основе, их достаточно просто, используя инструментарий сегодня, вот сегодняшних спецслужб и силовых подразделений, их просто всех выявить. Сергей Николаевич, я вас поняла, вот мы сейчас и узнаем, просто ли это сделать. Спасибо, спасибо огромное, просто время идет. Спасибо, Сергей Николаевич. Итак, просто ли это сделать? Вот реально. Роман, оперативный сотрудник, кто ищет? Ну вот, на несколько разбить блоков, да, это вопрос. Во-первых, по правовую государственную защиту, как там в правовых государствах сказано. Хочу сказать, что несколько лет назад, три или четыре года, знакомился с международной статистикой, посвященной просто таким же преступлениям. И они также поражены этим преступлением не меньше нашего. Причем три-четыре года назад они были значительно больше этому подвержены, потому что у них составляло каждое пятое преступление, 20% примерно по зарубежной, это берем Европу, да, статистики, это были вот такие хищения денежных средств. То есть народ доверчивый во всем мире? У нас на тот момент было только 10%. То есть мы их еще догоняли, догоняли, и только в прошлом году мы догнали, то, что у них было уже... Ну что, у нас интернет пришел по полной программе к нам, чушу не догнать, да, 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 да. Это первое. Второе. Определенные меры предпринимаются, ну не буду сейчас как бы оценивать, достаточно недостаточные, но суть этих преступлений в том, что особенность, что доступ к деньгам и возможность совершить преступление дает сам человек, сам потерпевший зачастую. То есть как его не защищай, да, если он не следует вот тем простым правилам, про которые мы говорим, мы не сможем его оградить. Потому что здесь, как это называется, да, вот мы называем, социальная инженерия вот используется, да, психолог. Да, вот социальная, да, слушайте, сколько терминов у нас. Почему оно используется? Оно используется, потому что в настоящее время, да, в информационный век и технологии, вот это социальная инженерия для взлома, скажем так, человека используется. Его взломать проще, чем, допустим, взломать программное обеспечение, там, подобрать какой-то пин-код. Ну, правильно, Ром, но мы не зря говорим понятие о том же информационной войне. Это всегда зачем брать оружие и с пушки стрелять. Соответственно, это все новое направление. И еще как бы, ну вот, я не знаю, какая там страна придумала, как законодательно человека оградить. Это единственный вариант. Запретить все звонки и запретить банские карты. Все. Или, ну вот, как мы говорим, как обезопасить циверские дороги от аварий, да? Нажды надо на каждом, кто-то предлагает, давайте мы на каждом перекрестке поставим по сотруднику ГИБДД, вот все будут пугаться и будет все нормально. Это нереально. Поэтому определенные, конечно, проводятся и банками работы, и государством, там, антифрод-системы, отделы создаются, да, в банках, которые следят, анализируют информацию. Но сейчас банки-банки ответят. Давайте мы сначала еще, Кирилл Владимирович, вот ваш взгляд на этот вопрос. Относительно того, вот Сергей Николаевич спрашивает, а почему вот не ограждается, и почему недостаточно раскрываемость? Статистика какова по раскрываемости, по возбуждению уголовных дел? Это же сложно очень. Очень сложно это, безусловно. Я вот с Романом соглашусь и немножечко в развитии тоже, да, добавлю свое видение, потому что, как бы, у нас государство строится на принципе охраны частной собственности. То есть принимаются очень серьезные меры по защите, в том числе и денежных средств, которые принадлежат гражданам. В то же время, как бы, с другой стороны, все делается для того, чтобы облегчить возможность гражданам использовать свои денежные средства. И поэтому, вот, как правильно сказал Роман, да, получить возможность доступа к денежным средствам граждан через самого гражданина гораздо проще, чем иными способами. Взломать банковскую систему, подобрать пин-код, это очень сложно. Легче уговорить человека, обмануть человека, что называется, навешать ему лапши на уши и получить доступ через... Это вот самый пресловутый человеческий фактор, а здесь работает по поводу... Да, они действительно играют на человеческих слабостях, поэтому, а их достаточно много у нас, поэтому ключик подобрать достаточно легко, действительно. Ну, во всяком случае, проще, чем взломать там какую-то систему, да? Да, и поэтому мы здесь попадаем в ситуацию, когда злоумышленник через потерпевшего достаточно быстро и легко получает доступ к его денежным средствам, похищает их, а сотрудникам правоохранительных органов для того, чтобы выявить, раскрыть, поймать этого человека, требуются достаточно длительные по времени, в первую очередь, затраты для того, чтобы установить движение этих денежных средств похищенных, которые, как правило, переводятся с одного счета на другой через несколько счетов, и в итоге выводится, уже, ну, получает собственность злоумышленник. Это вот правильно вы сказали, вот мы когда обсуждали программу, что для того, чтобы совершить это злодеяние, достаточно 10-5 минут, да? А чтобы раскрыть и доказать его, довести до суда, ну, кстати, доводится до суда такие дела, процент есть, хороший процент, о чем мы можем говорить? Ну, по итогам вот как бы истекшего периода 2021 года, да, у нас раскрываемость таких преступлений в районе 12 процентов. То есть это... Ну, 12, это, конечно... Это немного, да, но в то же время хотелось сказать, что по сравнению с прошлым годом наблюдается определенный рост. С аналогичным периодом прошлого года процент раскрываемости повысился, да, незначительно, но, тем не менее, повысился. Ну, и в качестве вот одного из примеров, как бы, да, сейчас в производстве вот полиции Тверской области уголовное дело находится по факту вот преступления такого же, как мы обсуждаем сегодня, то есть фактически это колл-центр, где одним из организаторов выступал человек, проживающий в другом регионе, даже не в другом регионе, а в другом федеральном округе, это в районе Сибири. То есть, тем не менее, удалось его вычислить, установить, доказать его причастность к совершению преступления. Сейчас он уже ему придан статус обвиняемого по уголовному делу, и расследование продолжается. Ну, вот, кстати, относительно вопроса, Сергей Николаевич, как в КУФСИН, которые звонки, которые идут из мест лишения свободы, я просто знаю, как работает наше управление, и что это на строгом контроле, часто из других регионов звонят. Совершенно верно. По поводу программы, которая по антифроду, программы предотвращения мошенничества, которые есть в Банке России. Во-первых, кредитные организации, все кредитные организации отчитываются перед Банком России по специальным формам отчетности, в том числе и по инцидентам информационной безопасности. И специальные формы, они нам направляют, мы производим анализ. Кроме того, по всем случаям, которые происходят в текущий момент времени, кредитные организации моментально связываются с представителями Финцерта и рассказывают о таких ситуациях. В данном случае это небольшие формы отчетности. Финцерт специально создан на базе Банка России, финансовый центр, для того, чтобы противодействовать как раз-таки мошенническим схемам. По итогам уже трех лет работы Финцерт блокирует сайты фишинговые и так далее обманным путем, которые вымогают денежные средства. Блокирует номера телефонов, мошенников, которые распространяют недостоверную информацию и пытаются выводить у клиентов персональные данные. Блокирует записи в социальных сетях. Поэтому с точки зрения Банка России мы предпринимаем максимально, как мы считаем, из тех возможных случаев, из тех возможных вариантов, которые нам доступны, меры для того, чтобы противодействовать мошенникам. Мы активно находимся во взаимодействии с кредитными организациями, с органами прокуратуры, с следственными органами. Почему? Потому что эта беда, это наша общая беда, и она невыгодна ни одной кредитной организации. Так, ответ получен, первая часть ответа. У нас телефонный звонок, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я поклонник вашей передачи. Меня зовут Лебедев Олег Станиславович. Олег Станиславович, приветствую. Спасибо вам за очень актуальную передачу. Вопрос такой вот у меня к коллегам. Вот и ко мне на прием, как депутату ЗАГС Собрания и представителю Общероссийского народного фронта, и к Нечаеву Дмитрию Леонидовичу, в последнее время много обращений от двух групп членов потребительских кооперативов, надежные сбережения и еще один. Там 370 и 420 человек, которых вот обманули. Я пытался тоже связываться и с следственным группой ОБЭПа, но пока вот уже несколько месяцев прошло, дела очень медленно идут. Там такое крупное мошенничество, вы представляете, а это и члены семьи, и дети, и внуки. Почти к тысяче человек уже обманутых. Вот могли бы мы хотя бы вот с этими делами разобраться и поставить у нас на территории области преграду вот такую, чтобы у нас в дальнейшем у людей не забирали деньги. А суммы там и 200 тысяч, и 2,5 миллиона, то есть большие. Спасибо огромное. Вот такой вопрос и просим помощи. Да, потому что люди обращаются не один раз и просят каких-то реальных действий. Спасибо. Понятно. А насколько это в тему нашего потребительского кооператива? Это тоже мошенничество или это несколько другой уже сегмент? Давайте я начну отмечать. Вадим Вадимович. Ситуация тут такая, что вот я согласен с Романом, когда производятся мошеннические действия с использованием различного рода потребительских кооперативов, то в первую очередь воздействует на каждого человека, и каждый человек самостоятельно несет денежные средства в этот кооператив, не зная, что это, не зная, как это, и не зная вообще норм существования самого кооператива. Есть правила, по которым работает любая финансовая организация. И эти правила необходимы перед тем, как каждый гражданин несет свои денежные средства, например, в банк или, например, в микрофинансовую организацию. Каждый человек должен понять, что эта организация из себя представляет, какие риски он будет нести, положив или вложив свои денежные средства в то или иное финансовое учреждение. Соответственно, необходимо понимать, что если, допустим, какая-то финансовая организация изначально начала работать хорошо, а в какой-то момент времени есть какие-то ключевые моменты, по которым можно судить, что эта организация становится на рельсы мошенничества. Это агрессивная реклама, это неправильное информирование. Это вот это, поэтому должно, потому что не все принимают финансовое. Да, да, информирование, неверное информирование о тех, как бы сказать, процессах, которые она происходит. Ну, допустим, микрофинансовые организации зачастую говорят о том, что принимают вклады. Вклады имеют принимать только кредитные организации, а не кооперативы. Что вклады все застрахованы. Это тоже нужно посмотреть по документам. Застрахованы ли вклады, потому что можно застраховать, допустим, на сумму 1000 рублей, а принять там 50 миллионов. Соответственно, страховка будет получена в случае прекращения деятельности только вот на такую маленькую сумму. То есть, перед тем, как идти в какую-то финансовую организацию, необходимо досконально просмотреть всю информацию о ней. Это действие, я имею в виду, что кооперативы и тогда финансовые действия, она лицензированная. На сайте Центрального банка www.cbr.ru есть специальный перечень всех организаций финансовых, которые подлежат контролю, у которых есть на то соответствующее разрешение. То есть, зайти к вам на сайт, и все можно посмотреть? Да, и посмотреть на организацию. Есть ли вообще эта организация в списке? Второе. Нужно посмотреть в средствах массовой информации, на сайтах общедоступных, вообще всю информацию по поводу той или иной финансовой организации. Может, она уже изначально, многие пишут, что это по принципу финансовой пирамиды. И стоит ли вообще туда вкладывать деньги? То есть, необходимо провести некую работу предварительно, прежде чем туда вложить деньги. А уже когда вы вложили туда деньги, то вот, как и Роман сказал, вы же самостоятельно пошли, и доказательной базы найти очень тяжело. Фактически, денежные средства от организации могут быть уже выведены, и в этой организации фактически ничего не остается. Дальше уже следственные органы, органы прокуратуры начинают свое действие. А вот перед тем, как идти, необходимо всю информацию... Да, я поняла, Юлечка хотела добавить. Вот к такой как раз категории пострадавших с психологической точки зрения, если мы посмотрим, относятся люди, которые обладают теми самыми психологическими характеристиками, о которых я говорила, специфических. Это некая комфортность, это некий стиль человека, когда он готов идти за толпой. И вот такому человеку скажи, что уже миллион людей вложили в фонд волнистых попугайчиков свои средства, а они поступят точно так же, потому что не имеют своего четкого представления, точки зрения. Это вот как раз такая категория комфортных. Я поняла. Вадим Вадимович много перечислял вот сейчас, и потом он все-таки сказал важную вещь, где это можно. Потому что не у всех есть знакомые юристы, кто поможет, кто посоветует, тот именно с правильной точки зрения, что не надо так делать. Есть возможность зайти на ваш сайт и посмотреть, куда ты вкладываешь деньги. Что еще, Роман, посоветуете вообще по таким ситуациям? Ну, вообще по таким ситуациям я, конечно, понимаю, что у нас многие граждане не очень любят банки, считают, что они там наживаются и тому подобное. Но вот как я всем своим знакомым говорю, вы как бы задумаетесь, что все практически банки делают ставку процентную, там 6-7 процентов. И вдруг какая-то неизвестная только образовавшаяся организация... Да, как черт из-то покерки, раз тебе 20 процентов, да? Да, уже... Но это первое должно вас насторожить, откуда она берет эти деньги. И с большой долей вероятности ниоткуда она их не берет и не собирается вам ничего возвращать. Вот как бы это вообще один из самых... Бесплатно раздают только рекламные листовки. За все остальное надо в этой жизни платить. И то, что по ушам, вот действительно, то, что агрессивно, вот мы приходите к нам. Ведь это тоже на человека действует? Конечно, судьистия, внушения. Все мы переживали МММ, но почему-то, к сожалению, не все чему-то научились по результатам. Это фактически та же самая структура. Те же потребительские кооперативы, о которых сейчас звонил, говорил слушатель, это по сути те же самые финансовые пирамиды, когда у людей денег набирают-набирают. Не все, а только те, которые стоят на неправильных рельсах. На самом деле, законодательством разрешены такие организации. Те, кто работают правильно, отчитываются и проводят политику для сбережения, те нельзя трогать и смешивать в один котел с теми, кто финансовые пирамиды. Ну, вот видите, что одна паршивая овца бывает в стаде, которая все это стадо портит. Давайте, Максим Александрович, ваш взгляд на эту проблему. Я вот поддержу, Владимир Владимирович, по этому вопросу. Потому что, ну, первое, еще что самое основное для меня, что заставляет людей идти в какие-то мошеннические схемы. Это желание здесь и сейчас получить намного больше, о чем сказал Роман. И прежде всего, вот, когда ты хочешь инвестировать куда-то свои средства, лишние, которые у тебя появились на данный момент, тебе все... Не нужен юрист. Даже можно, не нужно просто поддаваться мнению коллеге, которые рядом с тобой. Чаще люди говорят, а я вот уже вложил этой идеи. И он туда тоже идет. Не нужно ему прежде всего идти на поводу у тех людей, ну, в кавычках, которым он якобы доверяет. Вот тому окружению, которое сейчас находится рядом с ним. Потому что в этом окружении тоже могут быть люди, которые нацелены на то, чтобы вернуть свои деньги и забрать деньги рядом находящегося человека. Ага, понятно. Какой принцип действия пирамиды? Один из принципов финансовой пирамиды, это приведи товарища и получишь больше процентов. А, да, да, вот это, да? Обратите на это внимание. А жадность, это одна из человеческих слабостей. Ну, вот именно сейчас вот у нас мошенничество процветает. Именно растет как на дрожжах из-за человеческой вот этой жадности, да? Жажда наживы. В том числе, да, человеческие слабости, страх потери, жажда, азартность, комформность, высокая степень внушаемости, доверчивость, да? И вот, как правильно коллеги сказали, это недостаток информированности в том числе. Это значит ли, что вот мы сейчас, вот как-то вот смотрите, у нас и банковское мошенничество, и все на свете, и сейчас потребительские кооперативы перешли. Это значит, что те самые чаровницы определенных национальностей, которые ходят и предлагают мед и прочие такие вот услуги, которые можно руками потрогать за бешеные бабки, они отошли в сторону? Или сейчас все существует вместе взятое? Нет, сейчас продолжает существовать. Они как бы стали меньше уже фактов, мы регистрируем, да, но они продолжают, ходят, эти чаровницы, гадают, предлагают, продают. Но также уже отмечается, что даже они, и их родственники, скажем так, ну вот этой категории, даже они переходят уже на дистанционный способ. Уже научились, да, научились. До чего дошел программ? Да, мед скоро будут продавать через водопровод. У нас уже есть факты, когда они порчу снимают через телефон, и деньги получают на банскую карту. Правда? Уже даже так научились? Даже ни разу, ну, потерпевший не видел эту чаровницу, а по телефону все передоставляют, переводят. Вот как раз это, да, психологический порчу. Вот, научились. Мне же раньше была любимая вот эта тема, порчу с денег снять, дай подержать. А, да, 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 да. Теперь они так же снимают, только банским переводом. Ты мне переводи, я их все в наличии сниму порчу, и тебе обратно. И даже люди, ну, не задумываются о том, что то, что я переведу, это же не то, что она получит. Это абсолютно разные деньги, как бы. Ну да, да, да. Они же не те же самые и везут прям ей. А, Кирилл Владимирович, вы рассказывали, да, что порчу, а не порчу сняли, носки, носки за 5 тысяч рублей умудрились продать, да? Да, к сожалению, да. Вот есть такой пример в практике буквально. Вот в прошлом году было такое сообщение по одному из районов области, когда к бабушке престарела и пришла продавщица, и под видом того, что носки целебные и помогают лечить рифматизм, продала ей обычные шерстяные носки за 5 тысяч рублей. Поэтому, вот, к сожалению, да, согласен с Романом, что такой вид мошенничества сейчас идёт на спад в сфере развития новых цифровых технологий, скажем так, и в этой сфере жизни. Но, тем не менее, факты по-прежнему встречаются, пусть не так часто. И, к сожалению, в большинстве случаев потерпевшими, в данном случае оказываются именно престарелые люди, которые наиболее, наверное, подвержены вот такому психологическому воздействию, точному, скажем так, да? Это вот именно вот этот вид больше представляет, потому что я знаю, что сейчас жертвой мошенничества современных технологий уже становятся люди разных возрастов. Это там и молодёжи много. Да, абсолютно. Да, сейчас уже вплоть до того, что там с 16 лет становятся жертвами, как раз кто это, ну, более они подвержены именно связанным преступлениям с покупкой в интернете, то есть пытаются, ну, везде всё ищут подешевле, и, соответственно, становятся жертвами. Ну, и банковских работников уже нередкий случай, когда там жертвами становятся от 25 до 40 лет, то есть вполне люди дееспособные, здравые, но при этом массово они попадаются на этот крючок. То есть если несколько лет назад это было там 90% пожилых граждан, то теперь, ну, если 40-50 пожилые, а вот половина или чуть больше даже, это уже люди до 50 лет вполне себе в здравом уме дееспособные, то есть активные, ведущие активную жизнь, и которые, в принципе, дружат с современными технологиями, с интернетом. И дружат с головой. Уважаемые друзья, эфир стремительно подходит к отцу, давайте мы к конкретным рекомендациям ещё раз. Что можно, что нельзя. Если что-то звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, это не правда. Это как? Это давайте пример относительно денег. Если вам сулят, да, большие какие-то, большой какой-то окуш, вы готовы сорвать, да, большие проценты и всё остальное, как это бывает в пирамидах, то, к сожалению, это неправда. Но для этого нужно знать, что происходит в мире, какой процент средний. Ну, это понятно, да, абсолютно верно. Не принимать поспешных решений. Если вы чувствуете, что вас подгоняют, да, к принятию этого решения, то, соответственно, взять абсолютно паузу и об этом хорошенечко подумать, не перезванивать на, допустим, пропущенные вызовы, которые бывают, да, если номер вам не знаком, чревато последствиями. И вот эти вот звонки, когда звонят и обвиняют вас или ваших близких, допустим, в совершении какого-то преступления, там, ДТП, да, и сулят решить эту проблему еще и перечислением денег, естественно, это тоже провокация. Хотя мы сколько раз об этом говорим, и все равно. Да, сколько раз уже об этом говорили, звоним близким, узнаем тут же об их состоянии здоровья, да, и, естественно, обращаемся в полицию, ну, и, да. Вроде бы простые, вот такие простые, просто вот, Юля, от вас как психолога, выдохнуть, положить трубку, выдохнуть и дать, тебе возможность подумать. Да, для того, чтобы вот в таком состоянии, да, стрессовом привести себя в порядок, выйти из него, снизить уровень тревожности и понять, что ты находишься здесь и сейчас, это техники осознанности, отключиться от разговора, буквально осмотреться, что в окружении, перечислить пять вещей, находящихся вокруг, перечислить четыре цвета, произнести три мысли, которые только пришли в голову, два цвета, один, извините, да, один запах, два звука, и вы приходите в более-менее нормальное состояние. О, уважаемые друзья, прям медитация. Это все очень быстро, это все очень быстро, но это все достаточно действенно. Отлично, а Максим, а ваша рекомендация? Практические действия, позвонили, положите трубку, подошли к банкомату, проверили, подошли в филиал банка, спросили, вам там все уточнят, и это будет на сто процентов верная информация, а не от людей, которых вы даже не видите. Кирилл Владимирович? Ну, наверное, да, то же самое, общим смыслом можно выразить осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Не торопитесь следовать тем словам, которые вам диктуют по телефону, никому не сообщайте цифры, которые у вас на банковской карте напечатаны, не выполняйте указания, которые вас побуждают выполнить. Повесьте трубку, придите в отделение банка и усыдайте, что с вашими деньгами. Все, точка. Вадим Вадимович. Давайте я с нескольких аспектов подойду. Несколько секунд до конца эфира, быстренько. Тогда нужно поставить, завести телефон, телефонную книгу, поставить антивирусное ПО на все ваши средства. Ну, одачные рекомендации уже сказали. А подождите, а мне показывают, что у нас еще время есть впереди. Давайте прервемся на небольшую рекламу, и еще пять минуточек у нас будет, что мы все сумеем еще раз выговорить, еще раз сказать. Не переключайтесь, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Сегодня говорим о том, как противодействовать злобным мошенникам. А, Вадим Вадимович, вы начали уже говорить, буквально у нас несколько секунд в эфире. Итак, ваши пожелания, чего можно, чего нельзя. Так, давайте, да, я продолжу. Во-первых, что можно говорить, если вдруг вам позвонил, допустим, банковский клиент, банковский менеджер. Можно говорить наименование банка и номер своего телефона. Почему? Потому что по этим данным можно получить перевод денежных средств. Сейчас через систему СБП. Что можно говорить еще? Можно назвать 16 или 18 цифр вашей банковской карты. Только банковской карты и больше ничего. Ой-ой-ой, не назовут ли люди, вот там вот запутаются. Не дату, не обратные коды, которые с обратной стороны CVV и CVC. Нет, только номер банковской карты. 16 или 20 разрядов. По ней можно осуществить по этому номеру перевод денежных средств. Третье, что можно сказать? Номер своего лицевого счета в кредитной организации, чтобы получить перевод денежных средств. Ну, наименование банка понятно, где БИК, корреспондентский счет этого банка, чтобы получить перевод. Номер лицевого счета не позволяет допуск к вашим средствам сторонних организаций. Только в качестве перевода денежных средств. Что нельзя никогда говорить? Это пин-код. Вообще нужно забыть, что кому-то его нужно сообщать. Второе. Нельзя сообщать пароли, коды, которые приходят в SMS-уведомлениях, в пашами или пуш-уведомлениях, которые приходят от банковских программ. Что нельзя говорить? Нельзя говорить, как я уже сказал, никакие другие данные с банковской карты. Только номер этого счета. Что еще можно сказать? Когда у вас несколько банковских карт, и, допустим, банковский сотрудник вам звонит, можно сказать, четыре последних цифры. Они ни о чем не говорят, это просто какой-то порядковый номер этой банковской карты, чтобы определить, какая конкретно банковская карта в опасности. И второе, что нужно сказать, это кодовое слово для того, чтобы блокировать или разблокировать вашу банковскую карту. А кодовое слово, когда карточка заводится, да, это кодовое слово? Да, это заводится, когда, да. Вот это для вас. А у меня сразу вопрос, вот Вадим Вадимович, а вот Юля нам говорила вначале, это уже сколько, вот пока вы будете перечислять вот это все, вот эти цифры, это уже затянется разговор, и меня подцепит какой-нибудь смор, а вдруг это мошенник звонит? Мошенник будет спрашивать информацию, которая в совокупности больше, чем то, что я сказал. Если вы сказали 16 или 18 цифр вашей банковской карты и больше ничего, мошенники не смогут ничего сделать. А когда они будут вас запрашивать что-то другое, то это уже однозначно мошенники. То есть, если помимо банковской карты номер, они спросят до какой даты она годна, то это уже мошенники, можно спокойно класть трубку. Так, Роман, давайте подытоживаться уже, потому что эфир, к сожалению, к концу, это неисчерпаемая тема, я предлагаю еще раз собраться, еще то, что мне рассказали, еще договорить. Ну вот к тому, что сказали коллеги, да, до этого еще хочу присоединиться, особенно вот к последнему выступающему, о том, что если вы там активно покупаете, продаете в интернете, заведите себе банковскую карту другого банка, не ту, которая у вас основная, где деньги, и все операции в интернете проводить через нее. Если вам надо что-то купить, перевели на нее денег, немного купили. Если вам надо что-то получить, дали с нее там номер карты, да, вот как было сказано, получили. То есть, у вас там ничего не пропадет, но обязательно другого вы банка или платежной системы. Соответственно, если в отношении вас все-таки совершено преступление, тогда незамедлительно обращайтесь в полицию. Не надо тянуть, как некоторые делают, день, два, три, потому что мне некогда еще что-то, потому что деньги, которые у вас списались, они обналичиваются в течение там 10-15 минут. И потом найти что-то тормознуть, если вы не обратились незамедлительно, если бывают случаи, когда деньги задерживаются, уже будет практически нереально. И даже когда мы найдем этого преступника, вот в чем основная проблема, что даже когда мы их находим, у них уже денег ваших нет. Это все надо делать очень-очень быстро. Если вы отложили... Возвращаются вообще деньги, кому-то хочется. Возвращаются эти деньги? Есть случаи, да, когда мы ловим там, как бы, да, преступников, и они, как бы, скажем так, зажиточные преступники, они для того, чтобы смягчили им наказание в дальнейшем, они могут возместить ущерб. Но в большинстве случаев... Манипулятивные деньги. Ну надо, да. А дальше уже им нечего в большинстве случаев возмещать. Там все прогулено. Алкоголь, там женщины, наркотики. Там все, там уже ничего не остается. Остается только чувство отомщения потерпевшего, что вот, жулика посадили. Но ему от этого, как бы, зачастую не лечит. Понятно. А, Вадим Владимирович, вы хотели буквально два слова? По закону 161 ФЗ, о национальной платежной системе, все мошеннические операции должны быть возвращены клиенту в определенных случаях. То есть, суммы по мошенническим операциям. Первое. Если клиент в течение суток, после того, как он узнал о том, что его операция совершена без его разрешения, ну какая-то операция по его счетам совершена без его разрешения, должен обратиться в банк, и этот банк обязан ему вернуть сумму в полном объеме, а потом уже разбираться. За исключением случаев при оплате картой с ПИН-кодом. И буквально, Кирилл Владимирович, вот был такой упрек, что государство не всем кулаком бьет по этим мошенникам. Насколько плотно и команды вы работаете? Относительно вот этого и вот этой беды. С учетом того, что, как уже в начале эфира говорили, гигантский рост таких преступлений, да, то есть сейчас большинство сил и средств брошено как раз-таки на противодействие. Этим преступлениям и систематически проводится и в прокуратуре области, и в иных правоохранительных органах совещания, совместные со всеми правоохранительными органами, с приглашением и представителей банков, и сотрудников службы финансовой разведки, в ходе которых обобщаются, достигнуты результаты, и разрабатываются именно новые методы противодействия данным преступлениям. То есть работаете сообща. Все, уважаемые друзья, эфир к концу. Давайте одно пожелание, уважаемые друзья, будьте бдительны, да? Не доверяйте всем всем. Пожалуйста. И будьте здоровы, к тому же. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...